В последние годы отечественный кинематограф переживает не лучшие времена, то и дело подкидывая работу Жени Бэткомедиан. Но так было не всегда, и лично у меня российское кино в первую очередь ассоциируется с фильмами Алексея Балабанова, Сергея Бодрова, Владимира Бартко, Юрия Быкова. Да и вообще, если углубиться в российский кинематограф, можно найти огромное количество интересных, самобытных и качественных лент. Вспомните такие сериалы, как «Мастеры Маргарита», «Идиот», «Ликвидация», «Апостол», «Крик Савы». Вообще, если вспомнить все ленты, список получается довольно обширный, но никто об этих фильмах ничего не знает. А все потому, что нужен экшон, спецэффекты, чтобы было дорого и богато. А главное, чтобы нужно было меньше думать. Именно поэтому наши киноделы все чаще посматривают в сторону западного кино. Отсюда мы получаем всякий трэш вроде «Защитников», «Прибытия», «Притяжения» и прочего говна, которое бездарно копирует Запад. Но в то же время, из-за недостатка опыта, финансирования, менталитета, в российских реалиях эти фильмы смотрятся комично, неуместно, дешево и просто смешно. И я прекрасно понимаю, что эксперименты просто необходимы. Ну нельзя бесконечно снимать про 90-е, про ментов, про Великую Отечественную. Уже столько фильмов снято вот тут вот стоят. С комедиями у нас тоже большие проблемы, потому что понятие юмора из-за таких помоев, как комедиклаб и ему подобных шоу, сильно атрофировалось. Вспомните, какие в советское время были замечательные комедии, какие были фильмы для детей. Ничего ведь подобного сейчас не снимают. А жаль. Тем не менее, сегодня речь пойдет о российской научной фантастики, а именно о фильме «Спутник». Я давно хотел посмотреть этот фильм, потому что являюсь фанатом космоса. А еще мне просто нравится актриса Оксана Акиншина. Скажу прямо как есть. Ожиданий фильм не оправдал. Но и назвать его плохим у меня язык не поворачивается. С точки зрения сценария, в принципе, ничего нового. Завязка банальная и избитая. Место действия – Советский Союз. 1983 год. После испытаний космического корабля, два космонавта возвращаются на Землю, но по пути происходит нештатная ситуация, после чего связь с космонавтами пропадает. Сутки спустя корабль терпит крушение. В итоге один из космонавтов погибает, а второй чудом остается жив. В прессе все максимально замалчивают, говорят, что космонавты удачно приземлились и проходят реабилитацию под надзором врачей и ученых. Под предлогом помощи в изучении состояния космонавта, начальник секретного центра привлекает врача-нейрофизиолога по имени Татьяна, роль которой исполнила Оксана Акиншина. К слову, исполнила очень даже хорошо. Наверняка вы слышали о недавнем приземлении орбиты 4. Читал. В прессе пришлось несколько сгладить. В итоге оказывается, что все не так просто. Татьяну обманывали, использовали, и вообще космонавт притащил из космоса какую-то инопланетную тварь, которая живет с ним в симбиозе. По ночам выходит из тела, а утром возвращается обратно в тело носителя. В итоге, после общения с пациентом, Татьяна проникается к нему симпатией и всячески хочет ему помочь, а заодно совершает ряд действий, которые, на мой взгляд, вряд ли бы допустили в исследовательской лаборатории, учитывая, с кем они имеют дело. Поднимите стекло. Что? Поднимите. Выглядит этот поступок, конечно, тупо. Но по-другому сценаристы не придумали, как нам показать симбиоз пришельца и носителя. Ведь по сюжету носитель, находясь в бессознательном состоянии, на самом деле понимает, что творит симбиот, и наутро помнит о всех его действиях. Но изначально контролировать он его не может. В то же время ученых он обманывает, делая вид, что наутро ничего не помнит. А теперь отгадайте главный сюжетный твист. Наверняка вы никогда бы не догадались сами, поэтому рассказываю. Дело в том, что на самом деле ученые не хотели уничтожать пришельца, а хотели изучить и приручить его, чтобы потом использовать в качестве оружия. Вот это поворот, не правда ли? Ни разу мы такого еще в фильмах не видели. Поворот, конечно, предсказуемый, неоднократно используемый в фильмах подобного жанра, но все-таки интрига в фильме есть. И это хорошо. Чуваки, что мне отдельно хочется отметить, так это визуал. В фильме потрясающая цветокоррекция, атмосфера и отличные проработанные декорации. Все, что касается камерных помещений, таких как лаборатории, здесь просто не к чему придраться. Все эти ламповые мониторы, пульты с вращающимися ручками, все воссоздано с вниманием к деталям и позволяет погрузиться в атмосферу, ну знаете, такого советского футуризма. На мой взгляд, это здорово. Что же касаемо самого пришельца, видно, что у нас начали осваивать спецэффекты, моделирование, активно все это начинают применять, но выглядит он искусственно и довольно комично. Никакого намека на индивидуальность и чувство опасности тут нет. Знаете, он мне чем-то напомнил жижу из фильма «Живое», который визуально тоже был неплох, но вот по сценарию совсем уж просто предсказуем. Там только концовка меня хоть чем-то смогла удивить. Просто сравните сцены из «Чужого», которому на секундочку уже 30 лет. и кадры из спутника. А ведь в те времена не было никаких спецэффектов и 3D-моделей. Все воссоздавалось вручную с помощью костюмов и аниматронных кукол. И благодаря продуманному освещению и ракурсам выглядят эти сцены по сей день жутко и реалистично. На самом деле, графика и спецэффекты это далеко не главные составляющие фильма. Я хочу сказать вам, что здесь они на довольно сносном уровне. Но вот на что никак нельзя закрыть глаза, так это на сюжетные дыры, рваное повествование и местами ну просто никакущие диалоги. Персонажи не раскрыты. Мотивация та не помочь космонавту стала мне ясна только на последних сценах фильма. Да и то притянуто она за уши. И судя по комментариям наших одухотворенных интеллектуальных зрителей, они вообще ничего не поняли. Очередной фильм с тупой бабой, готовый раздвинуть ноги перед любой наземной живностью. Фильм говно, вопросов больше, чем ответов. Чё за хуетение, а не фильм. Такого говна я в жизни. Проебал время. Химия. Давно такого говнеца не видел. Нищенский фильм. Ну, как обычно. Кау. Ну, еще куча комментариев в таком духе. Понимаете, для того, чтобы верить в происходящее на экране, между персонажами должна быть химия. Вы сколько уже не спали? Сутки больше. Хикс, я не хочу помирать, как те другие. Ты ведь этого не допустишь. Если что, прикончу у нас обоих. Ну, давай постараемся. Чтобы дай, к нему не дошло. Идет? Когда перед лицом опасности герои становятся друг другу очень близки, они сопереживают, дорожат каждым моментом, ведь вокруг враждебная среда, и никто не в силах им помочь. В любой момент их жизнь может оборваться, и именно в таких ситуациях проявляются настоящие чувства и характеры героев. Для того, чтобы этого добиться, необходима филигранная работа как сценариста, режиссера, так и актеров. Но в этом фильме, к сожалению, этого практически нет. Единственный персонаж, которого тут смогли раскрыть, и то не полностью, это Таня. На мой взгляд, за остальными наблюдать, а уж тем более им сопереживать, ну, никакого желания нет. Солдафоны с каменными лицами, судя по форме, вообще не имеющие отношения к советской армии. Безумный генерал, жаждущий власти, которого сыграл Бондарчук. Но это прям клишированный злодей из боевичков 80-х. Космонавт, ну, это просто ни рыба, ни мясо. То ли актера такого подобрали, то ли диалоги такие прописали. В общем, с ролью он не справился. Смотреть фильм или нет, решать только вам. От меня 6 из 10 чисто за атмосферу, визуал, и какую-никакую интригу. В целом, это неплохой фильм, который показывает, насколько наши киноделы продвинулись в создании фантастического кино. Но, да, действительно хорошего, стоящего фильма, ему еще далековато. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!